Актуальный сюжет Когда в городе будет чистая вода? Этот вопрос беспокоит многих жителей. Сейчас качественной водой обеспечены 92% горожан. Но более 50 тысяч человек еще нуждаются в ней. На круглом столе обсудили реализацию программы губернатора «Чистая вода». Одна из главных проблем – высокая концентрация железа. Для ее решения в нашем городе за последние годы пять водозаборных установок оснастили станциями очистки воды. Кроме станции без железа, мы устанавливаем на всех новых станциях ультрафиолетовые установки, которые позволяют нам доочищать ту воду, которую мы поднимаем из подземных источников. 22 резервуара для воды реконструировали. На насосных станциях обновили оборудование. Но даже если на ВЗУ вода чистая, дойдя до потребителя, она может уже не соответствовать нормам качества. Еще одна проблема – изношенные водопроводные сети. В рамках уже капремонта, модернизации системы водоподведения, водоотведения мы сегодня вместе с управляющими компаниями, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, муниципальными образованиями уже будем добиваться того, чтобы до потребителя вода уже доходила в том же качестве, которое она находится на источнике. Всего по области в этом году построят и отремонтируют 100 ВЗУ. Где проводить работы в рамках программы, определяли по просьбам жителей, как личным, так и в соцсетях. Во многом мы встречаемся здесь, потому что Балашиха и железнодорожные наиболее активно и в сообществе Балашихи, в интернет, и в социальных сетях писали «Навидите, наконец, порядок с чистой водой». На сегодняшний день 80% питьевой воды в Балашихе из московской системы водоснабжения. Оставшиеся 20% приходится на подземные воды и восточную систему. Последняя, кстати, по словам министра ЖКХ Московской области, дешевая, но качественная. При подаче этой воды можно закрывать более половины существующих скважин, которые поднимают дорогую и не очень качественную воду. Поэтому, конечно, развитие восточной водопроводной системы для нас приоритет. Обеспечить железнодорожной чистой водой из восточной системы водоснабжения планируют к августу следующего года. Также будет создана единая кольцевая система подачи воды. «Мы это все закольцуем, и мы получим как московскую воду, так и восточную воду с увеличением на 30%. У нас полностью будет взаимозаменяемость. То есть мы будем полностью обеспечены». По словам главы города, проблему с водой в новом Милете решат в этом году, установив там станцию обезжелезования. В следующем она появится в Полтево. Всего в 2017 году в рамках реализации программы «Чистая вода в Балашихе» планируют потратить более 220 миллионов рублей. Алина Пайзлдаева, Валерий Сахнов, «Большая Балашиха Лайф». Актуальный сюжет